Томат-челнок. Распространенные среди огородников помидоры-челнок были выведены группой российских селекционеров в самом начале этого века. Селекция сорта была привязана к определенным климатическим условиям, поскольку растение выводилось специально для разведения в южных и центральных регионах России. По привязанности к месту своей вегетации томат-челнок относится к видам, выращивать которые предполагаются в условиях открытого грунта. Однако при необходимости и соблюдении определенных правил этот сорт может успешно развиваться и хорошо плодоносить как на тепличных грядках, так и под пленочной защитой. Некоторые огородники-любители экспериментировать с овощными культурами и пробовали выращивать кусты томата-челночок в комнатных условиях. Для этого ими использовались большие горшки, содержащиеся на подоконнике или на лоджии. Согласно отзывам некоторых из них, результаты получились вполне удовлетворительные. Описание сорта и его характеристики Растения по своим характеристикам кусты помидоров-челночок, описание которых приводится ниже, относятся к детерминатным или штамбовым культурам, поскольку чаще всего их высота не бывает более чем 50-60 см. Несмотря на свою низкоруслость, эти растения обладают довольно надежным и устойчивым стеблем, на котором в ограниченных количествах появляются молодые ответвления, пасинки и листочки. Обратите внимание, их рекомендуется периодически удалять, не допуская сильного разрастания куста в ширь, но в принципе этого можно и не делать. Дело в том, что штамбовой культурой вообще не нуждается в каком-то вмешательстве в процесс формирования устойчивого стебля, самостоятельно регулируя его вид. Указанное свойство относится к несомненным достоинствам данного сорта и сберегает время и силы, расходуемые на его выращивание. Необычной формой отметим также, что помидоры-челночок начинают формировать кисти с будущими плодами с момента образования шестого по счету листика. При этом на каждой такой кисточке получается от 6 до 10 простых соцветий. Плоды при описании плодов овощной культуры особо отметим следующие моменты, в том случае, если требуется получить довольно крупные. Помидоры их необходимо будет прищипнуть, оставив на кусте всего лишь 4-5 завязей, если не делать этого своевременно, то получится большое количество помидорин среднего размера. После прищипывания они быстро напитываются соками и приобретают требуемую кондицию, сам помидор сорта «Челнок» имеет слегка вытянутую цилиндрическую форму, а на его внешней части выделяется небольшой заостренный концу носик, окраска помидор после полного их созревания. Ярко-красная, а кожица плотная, совершенно не склонная к растрескиванию при употреблении свежих овощей. В их вкусе отмечается некоторая вязкость, отсутствие мягкости. Масса каждой из помидорин, томата, челнок, характеристики и описание сорта, о которых рассматриваются в этом обзоре, в среднем составляет где-то 60-80 граммов. За счет удаления отдельных завязей при необходимости удается получить экземпляры весом до 150 граммов. Указанный показатель следует отнести к рекордным цифрам для таких скороспелых плодов, как томат-челнок. Большинство любителей отмечают приятный вкус плодов этого вида, на оценку, близкую к «отлично». Сам томат-челночок характеристика и описание сорта, которого здесь приводится, отличается достаточно плотной мякотью, разделенной не более чем на 2-3 семенные камеры. При этом помидорка не имеет явно выраженного аромата, но очень удачно сочетает в себе сладость и легкую кислинку. Использовать плоды этого сорта можно не только в качестве свежей закуски, но и для приготовления столовых блюд или длительного консервирования. Также из них получается прекрасный густой высококачественная паста. Дополнительная информация. Даже в законсервированном и переработанном виде они хорошо сохраняют свой уникальный вкус. Значительное содержание сахара в ладах челнок позволяет использовать их при производстве детского питания. Урожайность и болезни данный вид помидоров относится к разряду скороспелых, поскольку на их созревание уходит не более 90-120 суток. Такой сравнительно короткий срок позволяет использовать их для самых ранних салатов. Чаще всего их советуют сажать именно в открытый, незащищенный грунт. В оперативном случае придется отбирать эндотерминатные сорта, обеспечивающие требуемую плодовитость. Важно, период созревания этой культуры очень растянут, он может продолжаться вплоть до появления первых регулярных заморозков. Урожайность сорта определяется теми условиями, в которых осуществляется его вегетация. При его разведении в теплицах удается получить около 10 кг овощей, единицы посадочной площади. На незащищенных грядках этот показатель может понизиться до 6,8 кг. При всех замечательных свойствах помидоров, челнок описания и характеристики которых в целом достаточно привлекательны, они лишены надежной защиты от вредителей различных заболеваний. Этот недостаток вынуждает садоводов предпринимать ряд действий профилактического характера, предполагающих предпосевную обработку семян марганцевым раствором, в частности. В результате ее проведения уничтожаются вирусы и грибковые споры, являющиеся источником специфических заболеваний. Фитофтороз томата с целью предупреждения такого распространенного недуга, как фитофтороз, например, томатный куст рекомендуется опрыскать специальными фирменными составами, фунгицидами или же настоем из чеснока. Профилактическая обработка этими препаратами проводится не чаще, чем один раз в три дня. Особенности выращивания Агротехнические приемы вегетации томатов челнок ничем особенным не отличаются от всех же операций для других сортов. Подобно многим таким культурам, на первой стадии организуется высадка рассады, проводимая соблюдением следующих правил. Время для нее выбирается где-то в конце февраля или в самом начале следующего месяца, без пикировки допускается обходиться лишь в тех случаях, когда семена высеиваются сразу во вместительную емкость диаметром не менее 6-8 см, для их быстрого и надежного прорастания температуры. Воздуховомещение должна поддерживаться на уровне плюс 25С, после того как появятся самые первые всходы, емкость с посадками переносится на хорошо освещаемый подоконник, который при необходимости дополнительно облучается люминесцентными лампами, рассаду обзаведшуюся двумя-тремя полноценными листочками необходимо пикировать с переносом в отдельные ящички контейнера и поливать ее следует теплой водой, используемой в ограниченных количествах, с учетом состояния грунта, для поддержания необходимых темпов развития молодняк обязательно подкармливается питательными азотными удобрениями, примерно за неделю до переноса в грунт его следует подкормить колейно-фосфатными добавками. К высаживанию подросшей поросли в теплицу можно приступать примерно в середине мая. Та же процедура для незащищенных грядок организуется обычно в июне месяце. Обратите внимание, точные сроки переноса рассады выбираются в зависимости от региона разведения и климатических условий. Почву для ее высадки, неважно теплица это или открыта грядка, также следует тщательно подготовить, то есть хорошо взрыхлить и внести. В нее питательные вещества. При высаживании молодняка следует соблюдать схему, согласно которой на единице площади размещается примерно 4-5 саженцев. После их высадки нужно хорошо увлажнить почву, а затем оставить ростки примерно на 10 дней для их укоренения. Текущий уход за развитием помидоров этого сорта состоит в оливии, а также рыхлении почвы и прополке от сорняков. За весь период их созревания примерно 3-4 раза томаты следует подкармливать минеральными и органическими добавками. Их полив должен быть строго дозированным, его интенсивность зависит от окружающих условий. Плюсы и минусы. К несомненным достоинствам рассматриваемого сорта относятся следующие положительные качества, относительно высокий показатель урожайности. Замечательный вкус ранее созревания томатов, компактность куста и простота ухода за ним, возможность обходиться без деления, устойчивость к сложным погодным условиям, а также неприхотливость в уходе, возможность разведения в любых условиях, универсальность применения. На заметку, при рассмотрении этого сорта не обошлось и без недостатков, которые так или иначе приходится учитывать. К ним следует отнести уязвимость к ряду огородных заболеваний, а также необходимость принятия профилактических защитных мер. Добавим к этому некоторое снижение урожайности при крайне низких температурах воздуха в период цветения культуры. В завершении обзора еще раз обратим внимание на специфику этого сорта, выведенного исключительно для регионов с теплым и умеренным климатом. При выборе томатов челнок для разведения на своем огороде всегда следует иметь в виду это обстоятельство.